это что всем привет с вами марти и сегодня у меня на обзоре это от компании джинджи даже не знаю какому классу оружия это отнести какой-то не до автомат но скорее пистолет-пулемет судя по магазину но сначала немного информации от моего постоянного спонсора компании джинджи дело в том что ее привода славятся большим наличием редких или уникальных деталей которые в случае поломки привода вы в россии просто не купите в этом случае пишите напрямую их менеджеру вот по этому адресу электронной почты он будет продублирован в описании вы пишете их менеджеру на английском языке и они могут выслать все что угодно а если случае поломки гарантийные они вам отправят это абсолютно бесплатно также помимо деталей вы можете провести то что можно отправлять почту например магазины к некоторым приводам которые вы также не можете купить в россии так что не отчаивайтесь если вы не можете найти в интернет-магазинах то что вам нужно пишите им напрямую и вы все получите а теперь обзор этот необычный привод называется а rp9 и по сути он представляет из себя стандартный бодик от r15 но при этом использует удлиненные пистолетные магазины калибра 9 миллиметров такие же как на обычном 9 миллиметровом блоки вот например у меня глок 18c русскоязычному зрителю такое сочетание кажется очень странным но на западе подобные виды оружия довольно распространены это вызвано разными причинами например каких-то странах или штатах запрещено использование гражданскими патрона 5 56 пострелять из r15 хочется или вы хотите сэкономить и не хотите тратиться на патроны 5 56 при стрельбе из r15 поэтому используйте вот такого монстра и стреляете стандартными 9 миллиметровыми патронами в линейке приводов а rp есть две модели это собственно rp9 с магазином по 9 миллиметровый патрон и rp556 со стандартным мощным магазином калибра 5 56 эти привода не имеют реальных боевых аналогов но в конструктивной точке зрения они очень похожи на схожие боевые модели и в принципе могут быть реализованы и в мире реального оружия модели очень схожи между собой отличаются только магазином и материалом ресивера rp556 выполнен из алюминия а у девятки из abs пластика масса соответственно тоже отличается 556 весит два с половиной килограмма а девятка всего два кило очень легкий компактный привод который я думаю оценят не только дети но и девушки конечно я пошутил когда сказал что этот привод понравится только детям и девушкам это просто удобный привод для си кубе для тех кто любит ближний бой когда компания джинджи предложила мне его на обзор то на картинках он мне не понравился но когда я его получил какой он удобный вы себе просто представить не можете конструкция и эргономика у привода очень продуманы что мне у него понравилось во-первых это телескопический приклад двухпозиционный позиция сложена и позиция разложена приклад немного люфтит что типично для подобного типа прикладов как обычно пара слоев изоленты решает эту проблему все проверено неоднократно прицельные приспособления это не муляж они металлические и работают целик настраивается и по горизонтали и по вертикали мушка также имеет регулировку на верхнюю планку пикатине можно установить коллиматорный прицел цевьё металлическая типа м-лок то есть на него можно установить дополнительный обвес камера хопапа пластиковая регулировка роторного типа мне понравились очень четкие щелчки при регулировке дальность стрельбы привода около 50 метров а с 30 метров он спокойно укладывает все шары в лист формата а4 привод можно запрограммировать на стрельбу очередями по три шара для этого необходимо поставить его на одиночку зажать триггер подержать 10 секунд и отпустить тогда он будет стрелять либо по три шара либо полную очередь переключатель режима огня находится только с левой стороны триггер спортивного типа электронный что очень удобно при быстрой работе одиночкой в комплекте идет пластиковый магазин бункерного типа на 300 шаров также можно отдельно купить увеличенный бункерный магазин на полторы тысячи шаров и механический магазин на 60 шаров батарейный отсек находится в трубке приклада объем у него довольно небольшой глубина 12 сантиметров диаметр 3 сантиметра в нем может разместиться аккумулятор объемом максимум 1100 миллиампер часов лучше использовать аккумуляторы напряжением 11 и 1 вольт это относится ко всем приводам от компании джинджи у которых есть mosfet но благодаря конструкции батарейного отсека вы можете использовать аккумуляторы а к типа на 1500 миллиампер часов и более такой аккумулятор очень удачно закрывается прикладом в зарубежных магазинах средняя цена этого привода 210 долларов что с переводом наши деньги около 12 тысяч рублей по мне за такой хороший привод цена вполне демократичная что касается его перспектив у российских строкболистов я думаю они не слишком высоки потому что наши игроки больше привыкли к стандартным магазинам это магазина а к серии или m серии а уникальные пистолетные магазины наверное не сильно приживутся хотя с другой стороны очень популярного в россии привода крис вектор точно такие же пистолетные удлиненные магазины его много то покупает это оружие можно сказать одного класса оба си кубе но у арп 9 есть преимущество в нем гораздо больше стандартных комплектующих второй гирбокс много стандартных деталей так что то любите кубе я однозначно вам могу рекомендовать эту модель но для тех кто досмотрел видео до конца и проживает в россии у меня приятный бонус мы разыграем этот привод розыгрыш будет в официальной группе вконтакте компании джинджи ссылка на розыгрыш в описании к видео читайте условия и участвуйте ну а меня поддержите лайком подписывайтесь на канал на мои социальные сети в описании также много других полезных ссылок и всем удачи на игре